От мала до велика и все дерутся. На всероссийский турнир среди клубов Алтай-Оупен съехались две сотни спортсменов из 11 регионов. И посвящен он 15-летию Федерации Косики Карате в Алтайском крае. Те друзья, которые на протяжении с нами 15 лет, они все приехали, то есть привезли своих спортсменов. Многие начинали на этих соревнованиях и уже сейчас являются тренерами, уже привозят свои команды, причем отдельными клубами. То есть такое интересное знаковое событие для мира спорта нашего Алтайского региона. Для этого знакового события сделали специальные медали. Такие теперь есть только у участников турнира. Всего подготовлено 46 комплектов наград. Но даже победа не повод расслабляться. Да, мог бы лучше. Соперник ко мне близко подходил, я мог с этого сыграть на нем. На своем поле мог сыграть, но не получилось, не хватило смекалки. Это не просто какой-то показ, что ты лучший. Соревнование, во-первых, это опыт. И у каждого спортсмена тут есть свой опыт. Не важен пояс, не важно, сколько ты занимаешься. То есть человек может заниматься всю жизнь этим спортом и ничего не уметь. Такую картину можно наблюдать у каждого татами. Так тренеры помогают спортсменам победить в схватке. Задача, конечно, и поддержки, и осмотреть со стороны какие-то технические моменты, которые можно подсказать спортсмену в течение боя, чтобы он лучше себя показал. В этом поединке победу одержал Шахов Арсений спортивный клуб «Бусидо» в городе Красноярске. На турнире, конечно, дежурит врач. Косики карате – это контактный вид спорта. Травм не избежать. За один день соревнований карета скорой помощи, как правило, забирает не меньше пяти спортсменов. С переломами и ушибами. У меня два пацана выступают. Вот один уже выступил. Вот сейчас, в данный момент, его, видите, озвучивают то, что он победил в этом бою. Какие чувства испытываете по этому поводу? Нервы. Просто нервы. Мурашки, мандраж всегда такой. На таких турнирах, как этот, обычно обкатывают новичков или готовятся к серьезным состязаниям. А потом снова. Нервы и мурашки. Дарья Демиллер, Илья Халяпин. День с толком.